Приветствую вас дорогие друзья, с вами я Анастасия Час и серия лайфхаков счастливых людей продолжается. Одна из важнейших целей жизни каждого человека найти счастье для себя и своих близких. На очереди четвертый лайфхак и звучит он так. Планируйте свое счастье, уже завтра вы можете умереть. Грустно, звучит правда, но тем не менее это правда жизни. Вспоминая то время, она будет считать произошедшее настоящим подарком, но в тот день, когда в нее случился инсульт, она так не думала. В то мгновение жизнь остановилась, и ничто не гарантировало, что она когда-то вернется к привычному ходу. Шли недели. Она понемногу выздоравливала. Потом стало ясно, что она полностью излечится. Только тогда она осознала, что произошедшее с ней – напоминание о бренности жизни, и она должна немедленно начать заниматься тем, чем ей хотелось бы. Ей также нужно было осознать ситуацию, в которую она попала, и принять меры, чтобы подобное не повторилось. Во-первых, ей пришлось оставить работу, которая становилась для нее все более сложной, и постепенно ее убивала. Вместо этого она решила попробовать заняться тем, о чем всегда мечтала – стать актрисой. В течение многих лет она занималась этим на любительской основе и добилась значительных успехов. Теперь решила заняться профессионально. Неважно, получилось у нее или нет, важно то, что она попробовала то, о чем она всегда мечтала, но стеснялась. Теперь, наконец, она осознала тот факт, что живет полной жизнью, и это наполнило ее счастьем. Также она решила переехать. Она думала об этом много лет, но даже не провела оценку своего дома. Несколько раз пыталась подобрать себе новый дом, но дальше этого не шло. То ли не хватало времени, то ли мужества, то ли она не считала это важным. Ответа не было. Единственное, что она знала – если переедет из города в сельскую местность, ей станет лучше. И она переехала в небольшую деревеньку. Очень скоро она стала общественным активистом. Также она пообещала себе, что обязательно похудеет, потому что давно собиралась это сделать. Села на диету, стала заниматься физическими упражнениями. И вскоре заметила, что теряет вес. И была очень довольна. Она стала действовать решительно во всех областях своей жизни. Занималась тем, чем хотела, но на что никогда не находила времени. И ей это нравилось. Теперь, оглядываясь назад, она решила, что инсульт был одним из лучших событий в ее жизни. Жалела она только о том, что он не случился раньше. Чтобы понять, как прожить полную жизнь, ей пришлось столкнуться лицом к лицу со смертью. Будьте счастливы в этот самый миг. Этот миг и есть ваша жизнь. Амар Хайям Побеждайте, берегите и помните о своих победах. Используйте их плоды, но никогда не успокаивайтесь на этом. Мия Хам Американская футболистка Безделье – самая краткая дорога к смерти. Старательность же – путь к жизни. Глупцы заняты бездельем, мудрецы старательно трудятся. Будда То, что мы сделали только для себя самих, умирает вместе с нами. То, что мы сделали для других людей и остального мира, остается в бессмертии. Альберт Пайк Адвокат, военный писатель Жизнь – трудная штука. Потом ты умираешь. Потом тебе в лицо швыряют грязь. Потом тебя едят червяки. Радуйся, что это происходит именно в такой последовательности. Дэвид Геральт Писатель Учитесь быть счастливыми Мухандас Ганди говорил, то есть, вернее, учил Проживайте каждый день так, как будто вы умрете завтра, а учитесь так, как будто вы будете жить вечно. Прекрасная мысль. Правда, друзья? Она учит не только тому, что надо извлекать пользу из каждого момента, но и тому, что мы должны постоянно самосовершенствоваться. Ведь ощущение счастья во многом зависит от нашего собственного опыта и опыта окружающих, а также от отношений, которые мы с вами создаём. Проживайте каждый день полной жизнью. Не позволяйте мгновением счастья пройти мимо. Извлекайте максимальную пользу из каждой возможности учиться новому. А эти возможности у нас уйма. Они нас на каждом углу, как говорится, подстерегают эти возможности. Это откроет новые возможности ещё и сделает вас счастливыми. Процесс, он, знаете, он идёт сам собой и пойдёт сам собой. Главное — начать. Нужно только начать. И результаты, я вас уверяю, не заставят себя ждать. И новые успехи, конечно же, будут приходить одни за другими. Также очень полезно всё время учиться чему-то новому. Я уже где-то говорила, что я учусь и левой рукой писать, и левой рукой резать что-то, и жонглировать, и многому-многому. Потому что это развивает наш мозг, развивает нас и позволяет нам находить новые возможности, новые идеи. И много-много чего. Во-первых, во-вторых, конечно же, счастливые. Сколько радостей мне доставляет жонглировать. Поэтому ищите новые знания, осваивайте новые виды деятельности. Это реально важно. Если вы научитесь с пользой проводить каждый день, дни сложатся в месяцы, а месяцы в годы. В годы счастья, в годы радости. И вкупе с постоянным самосовершенствованием это откроет вам реально путь к личному, к вашему личному счастью, к душевному покою, к душевному равновесию, к душевной гармонии. Проживайте каждый день, друзья, так, как будто вы умрёте завтра. А учитесь так, как будто вы будете жить вечно. Наверняка кто-то из вас сейчас смотрит. Ну, всё это, конечно, хорошо, всё это неплохо. Но как этого добиться? Вот хорошо говорить. Как это добиться? Конечно, эти советы могут показаться и очевидными, лёгкими в исполнении. Но так ли это на самом деле? Здесь, друзья, я вам скажу так. Опять-таки, из собственного опыта нет однозначного ответа. Потому что знаю одно, если вы научитесь с пользой проводить время, вы сможете извлечь максимум счастливых возможностей из вашей собственной жизни. Обычно, ну, как это вот предлагается, как, знаете, как одна из стандартных таких методик, да, подход к поиску счастья. Но чтобы вот эта техника, эта методика принесла пользу, вы должны заниматься чем-то полезным в этой сфере каждый день. Каждый день занимайтесь чем-то полезным. Потому что понятно, что сделать каждый день одинаково продуктивным, ну, и ежу понятно, что не получится. Ну, бывает там чуть больше, чуть лучше, чуть хуже. Но нельзя, нельзя упускать ни одного шанса. Мне нравится здесь как-то девиз моей дочки. Её даже поэтому многие, кто брал у неё интервью, определили, что вот Джена всегда говорит, что я не могла упустить эту возможность, я не могла упустить эту возможность, этот шанс, шанс и возможность. Поэтому нельзя упускать ни одного шанса, чтобы сделать что-то полезное. Потому что даже самый незначительный успех, он лучше, чем ничего. Поэтому как это добиться, как этого добиться? Конечно, сделать каждый день что-то полезное. Что-то полезное для себя. И, естественно, вы добьётесь успехов. И в продолжении, конечно же, хочу сказать третий пункт. Используйте каждый день с максимальной пользы. Они как бы одно из другого выходят и переходят. Потому что что нужно делать для извлечения максимальной выгоды из тех дней, которые предоставляют возможности для самосовершенствования? Во-первых, друзья, учитесь распознавать предстающие перед вами возможности и извлекать из них пользу. Учитесь. Обращайте внимание даже на каждой. Вот где-то услышали, может быть, фразу, кто-то в автобусе или в машине, или там кто-то говорил, по дороге, где-то на стене вы увидели что-то, понимаете, плакат что-то, понимаете, учитесь, учитесь распознавать возможности. Каждый раз думайте о том, как можно использовать ситуацию, вот складывающуюся ситуацию, чтобы вырасти в личном плане, чтобы вырасти, стать лучше, стать опытнее, приобрести что-то новое для себя. Затем, конечно же, очень важно разработать определенную свою стратегию, которая позволит извлекать из каждого мгновения максимальную пользу. И, наконец-то, друзья, учитесь использовать свой опыт на практике и постоянно, постоянно вносить изменения в порядок действий. Не обязательно там, можно один раз так, другой раз поменяли. Пробуйте, экспериментируйте, потому что каждый момент должен доставлять максимум удовольствия и счастья. Каждое мгновение должно чему-то вас научить. Только так вы будете двигаться вперед, только так вы получите максимальные выгоды из тех дней, из тех возможностей, которые вам даются для самосовершенствования. Почему тут в соцсети? И в соцсетях тоже бывают возможности, но в основном там многие крадут ваше время, крадут ваши возможности, крадут, может быть, идеи, то, что вот вместо того, что вы бы для себя что-то сделали, пользу какую-то привели, многие часами сидят в соцсетях. Итак, друзья, подведем итоги. Подведем итоги, друзья. И что ж, хочу сказать. Может быть, это покажется вам, что повторяюсь, но, как говорят повторением от учения, старайтесь извлекать из каждой ситуации максимум удовольствия, максимум. Учитесь на собственном опыте, потому что это один из важнейших ключей к счастью. Даже в самый скучный день всегда найдется новая информация. Поэтому каждый из дней нужно использовать для движения вперед, максимально его использовать, потому что это позволит вам постоянно подпитывать ваши ощущения счастья. В те дни, которые дают ощутимые возможности для роста и самосовершенствования, старайтесь посвятить этому большую часть времени, старайтесь запоминать радостные и счастливые события в вашей жизни и вспоминайте о них в сложные, в трудные времена, в печальные, когда вам тяжело на душе. Вспоминайте эти радостные и счастливые события, эти такие яркие, классные моменты. Повторюсь, потому что это позволит вам поддерживать и подпитывать ваши личные ощущения счастья. Ну а я благодарю вас за внимание, личного счастья, семейного счастья, вселенского счастья и всего вам самого-самого хорошего, яркого, светлого, красивого. Я благодарю вас за внимание. С вами была Анастасия Час. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.